Здравствуйте, дорогие слушатели! Я начинаю свой вебинар по предмету программное обеспечение компьютера. Подготовила преподаватель Объединенного предметного цикла информатика Бакинского государственного колледжа связи и транспорта при Азербайджанском техническом университете Сеферли Алиялиськераму. Вебинар лекционного типа Тема вебинара Пакет Microsoft Office программа PowerPoint Цель вебинара – познакомиться с мультимедийной программой Microsoft PowerPoint. Задача вебинара – обучающая. Обзорно ознакомиться с пакетом Microsoft Office и программой PowerPoint. Узнать об истории создания программы, изучить основные определения программы, ее назначения, рассмотреть структуру и интерфейс программы PowerPoint, элементы окна программы. В воспитательных целях – развитие познавательных интересов, самостоятельной работы учащихся, навыков работы на компьютере и развивающие – это способность к общему формированию целостного представления о работе данной программы. Microsoft Office – это офисный пакет программ, разработанных корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft Windows и Apple, Mac, iOS X, iOS Windows Phone, Android. История компьютера тесным образом связана с попытками человека облегчить, автоматизировав большие объемы информации. Для выполнения основных задач компьютерной обработки данных в современных офисах целесообразно использовать не отдельные программы, а интегрированные пакеты офисным обслуживанием. Одним из таких пакетов является пакет офисных программ Microsoft Office. Назначение офисного пакета – это автоматизация делопроизводства, то есть облегчение работы пользователей. В состав этого пакета входит программное обеспечение для работы с различными типами документов. Текстовыми документами – это программа Word, электронными таблицами – это программа Excel, базовыми данными программы Access, презентациями программы PowerPoint, публикациями программы Publisher и другими. Microsoft Office – одно из наиболее популярных на сегодняшний день офисных приложений. Это связано с простотой в установке и эксплуатации, а также с достаточно широкими возможностями, которые предоставляет один пакет программ. Рабочее место современного пользователя компьютера практически невозможно представить без офисного пакета. Универсальное целевое назначение средств, входящих в его состав, обусловили широкое распространение этого программного обеспечения среди всех категорий пользователей – от научных сотрудников до секретарей. Наверняка многие из вас еще знают или даже помнят, что такое диафильмы. В 70-е годы прошлого века домашнее кино считалось чудом. Тогда еще не было ни видеомонтрафонов, ни персональных видеокамер, ни других доступных для массового пользователя средств записей и воспроизведения видео. Вместо этого для наглядного повествования или рассказа, например, какой-либо истории, использовались изображения, слайды, отпечатанные на обычной позитивной фотопленке. Кадры, которые демонстрировались в увеличенном разверии на экране, последовательно друг за другом, как правило, были связаны определенной тематической линией и снабжены текстовыми комментариями. Диафильмы широко применялись в учебных, развлекательных, лекционных и художественных целях с успехом заменив в то время дорогостоящий кинопоказ. Часть диафильмов выпускалась даже со звуковым сопровождением на виниловых пластинках или магнитной ленте для улучшения у зрителей эффекта восприятия. В начале 90-х, благодаря массовому распространению бытовой видеомонтрафонов, диафильмы практически полностью были вытеснены из нашей жизни и, казалось бы, навсегда, но в который раз работа пословица о том, что все новое – это хорошо забытое старое. В нашу эпоху бурного развития компьютерных технологий, казалось бы, уже никому не нужный слайдфильм вернулся под новым названием «презентация». И правда, если раньше львиная доля диафильмов была ориентирована на детей и носила развлекательный характер, то презентация – это инструмент для взрослой аудитории. В форме презентации оформляются студенческие научные работы, проводится анонс о новых разработках в производственных и деловых сферах, демонстрируются или рекламируются новые продукты. Конечно, деловая сфера применения презентации не ограничивается. При желании таким образом можно оформить семейный альбом, фотоотчет о свадьбе или дне рождения. Самой популярной программой среди систем подготовки презентации однозначно является приложение PowerPoint, входящее в состав пакета Microsoft Office. При этом достойны аналогов и конкурентов PowerPoint очень мало или практически нет. С его помощью мы сможем превращать графическую, текстовую и числовую информацию в красочно оформленные слайды и диаграммы, снабдив их в случае необходимости анимации и звуковом сопровождении. И в истории развития программы PowerPoint. Идея PowerPoint появилась у Боба Каскинса, студента университета Беркли, который решил, что наступает век графических интерактивных материалов. В 1984 году Каскинс присоединился к компании и наня разработчика Денниса Остина. Боб и Деннис объединили усилия и создали программу PresentEd. Денис создал оригинальную версию программы с Томом Рудкиным. Позже Боб решил сменить имя на PowerPoint, которое и стало названием конечного продукта. В 1987 году появилась версия PowerPoint 1.0 для Apple Macintosh. Она работала в черно-белом цвете. Вскоре появились уже и цветные Macintosh и новая версия PowerPoint. Позже, в 1987 году, компанию и ее продукт были куплены фирмой Microsoft за 14 миллионов долларов. В 1990 году вышла версия для Windows, и в этом же году PowerPoint стал стандартом в наборе программы Microsoft Office. Сейчас познакомимся с программой PowerPoint. PowerPoint в переводе с английского означает «убедительный доклад». Это программа подготовки и просмотра электронных презентаций, входящая в пакет Microsoft Office и доступная в редакциях для операционной системы Microsoft Windows и Mac OS. Материалы, подготовленные с помощью PowerPoint, предназначены для отображения на большом экране через проектор, либо телевизионный экран большого размера. Программа PowerPoint является мультимедийной программой. Документы Microsoft PowerPoint записываются в файлы специального формата, имеющего расширение. Точка PPT, точка PPTX – это файлы, содержащие разрабатываемую презентацию. Точка POT – это файлы, содержащие шаблон презентации. Точка PPS – это файлы, содержащие готовые к демонстрации презентации. Основное назначение применения программы PowerPoint. Назначение программы PowerPoint – это планирование, создание и редактирование презентации с целью повышения эффективности восприятия и запоминания информации. С помощью PowerPoint можно создавать фотоальбомы с музыкальным или дикторским сопровождением и записывать их. В PowerPoint используется графический подход к созданию презентации в виде слайд-шоу, которые сопровождают устное выступление докладчика. Эта программа широко используется в бизнесе, а также является эффективным средством обучения, используется для составления красочного показа, фотографии и тому подобное. Основное определение. Слово «презентация» произошло от латинского слова «presento» и английского слова «presentation», что означает «представление, показ, шоу, доклад». Презентация – это электронный документ, который позволяет наглядным, эффективным, публичным способом представлять информацию докладчика. То есть это информационно-иллюстрированный рекламный инструмент, позволяющий сообщить нужную информацию об объекте презентации в удобной форме для слушателя. Цель презентации – донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. Компьютерная презентация – это последовательность слайдов, содержащие мультимедийные объекты. Файлы презентации обозначаются значком буквы «p». Презентация может состоять как из одного слайда, так и из множества слайдов. Слайд – это основной элемент программы, отдельный кадр презентации, представляющий собой многослойную структуру. О современных компьютерах говорят как о мультимедийных устройствах. Слово «мультимедия» произошло от английского «мультимедия», латинского «multum», что в переводе означает «многие среды». «Multi» – «multu» – это много, «media» – «medium» – средства, среда, средоточие. Мультимедийная презентация – это набор слайдов и спецэффектов, слайд-шоу. Она содержит текстовые материалы, фотографии, рисунки, звуковые оформления и дикторские сопровождения, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику. На сегодняшний день самым популярным программным продуктом для подготовки мультимедийной презентации является программа PowerPoint. Мультимедия – это способность сохранения в одной последовательности данных разных видов информации. Это компьютерная технология, обеспечивающая возможность создания, хранения и воспроизведения разнообразной информации – текста, звука, графики, анимация, видео, виртуальной реальности. Мультимедийные программы – это специальные программы, позволяющие создавать, редактировать и воспроизводить мультимедийные данные. К ним относятся звуковые и видеоподготовки презентации, кодирующие и декодирующие пакеты, компьютерные верстки документов, создание альбомов и галерей, изображения с музыкальным сопровождением, сканирование и распознавание текстов, обработки компьютерной графики. Мультимедия – это технологии, позволяющие объединить на компьютере текстовую, графическую, аудио, видео и анимационную информацию. Устройства мультимедия – это устройства, предназначенные для работы со звуковой и видеоинформацией. К ним относятся устройства для записи и воспроизведения мультимедийных данных. К аппаратным средствам мультимедия относятся графические ускорители, видео и звуковые карты, акустические системы, оперативные запоминающие устройства, CD и DVD-приводы, TV-тюнеры, процессор, монитор, всевозможные манипуляторы, фреймграбберы. Сущность технологии мультимедии заключается в необходимости условий для реализации мультимедия, а это мощные аппаратные средства, компьютеры, способные поддерживать и графический интерфейс, и модуль воспроизведения звука, и движущиеся изображения. Иметь в наличии программное обеспечение, фирменные системы, дающие возможность пользователю изготовить свои прикладные мультимедии, программы, не имея большого опыта в программировании. Информатизация образования. Мультимедия широко используется и в образовании. Мультимедия является эффективной образовательной технологией благодаря присущей ей качествам интерактивности, гибкости и интеграции различных типов учебной информации, а также благодаря возможности учитывать индивидуальные особенности учащихся. За счет этого большинство педагогов могут использовать мультимедии как основу своей деятельности по информатизации образования. Информатизация образования представляет собой область научно-практической деятельности человека, направленная на применение технологий и средств сбора, хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающие систематизацию имеющихся и формирование новых знаний. Примеры применения мультимедии. Как правило, презентации, сопровождаемые красивыми изображениями или анимацией, являются визуально более привлекательными, нежели статический текст, и они могут поддерживать должный эмоциональный уровень, дополняющий представляемый материал. В сегодняшний день мультимедийная презентация используется как для большой аудитории, так и для малой. С помощью мультимедии можно переместиться в пространстве и показать, например, экспонаты или памятники археологии, не покидая аудитории. Интерактивная мультимедийная технология. Информационные и компьютерные технологии широко используют мультимедия. Тому примером является интерактивная и мультимедийная технология в музее. Сейчас рассмотрим основное окно программы PowerPoint, ее структуру и интерфейс программы. Интерфейс программы PowerPoint При запуске программы PowerPoint на экране появляется окно программы, содержащая следующие элементы графического интерфейса. Это строка заголовка окна, содержащая имя файла презентации, панель быстрого доступа, лента с вкладками для доступа к элементам управления, это лента инструментов, область редактирования слайда, панель слайдов, на которой отображаются эскизы слайдов, панель заметки служит для создания заметок к текущему слайду, строка состояния, содержащая информацию о текущем слайде, номера слайда, темы, языка, кнопки режима просмотра слайдов, это обычный сортировщик слайдов, режим чтения, показ слайдов, кнопки и ползунок для изменения масштаба слайдов. Панель быстрого доступа. На панели располагаются часто используемые команды, которые можно добавлять или удалять по собственному усмотрению. Для добавления оператора необходимо нажать на кнопку с изображением треугольника и выбрать из выпадающего списка нужную команду. Структура окна программы. Лента. Инструменты. После первого запуска Powerpoint сразу же узнается фирменный пользовательский интерфейс, характерный для пакета Microsoft Office. После заголовка и кнопок быстрого доступа в верхней части окна располагается главный инструмент управления. Это лента инструментов, группы и команд. Все инструменты для создания и работы с презентацией располагаются на ленте, которая имеет несколько тематических вкладок, таких как файл, главная, вставка и другие. Каждая из этих вкладок содержит команды и средства управления, которые распределены по группам. Кнопки в каждой группе могут выполнять либо отдельные действия, либо содержать целое меню команд. Лента состоит из вкладок. Нижний вид ленты зависит от ширины окна. Чем больше ширина, тем подробнее отображаются элементы вкладки. Структура окна программы. Рабочая область, расположенная сразу под ленты и занимающая практически все остальное пространство окна, разбит на четыре части. Первое. Слева на панели слайдов находится область эскизов с вкладками слайда и структура. Второе. По центру в области редактирования слайда находится лист активного рабочего текущего слайда. Третье. Снизу у него это поле для заметок. Четвертое и завершающее окно – это строка состояния. Для увеличения рабочего пространства ленту можно свернуть, нажав на два раза на название активной вкладки или на стрелочку в ее правом верхнем углу. Разворачивается лента таким же образом. Режим просмотра слайдов Microsoft PowerPoint 2010. В программе существует следующий режим просмотра слайдов. Первый – обычный. Второй – сортировщик слайдов. Третий – страница заметок. Четвертый – режим чтения. Для перехода в любой из перечисленных режимов щелкаем на вкладку «Вид». Там выбираем «Режимы просмотра презентации». Сейчас рассмотрим каждый из этих режимов. Обычный – это основной режим, в котором создаются и редактируются все слайды, составляющие презентацию. В данном режиме вы работаете с каждым слайдом отдельно. Вводите текст, вставляете рисунки, графики, таблицы. Второй – сортировщик слайдов. Данный режим удобен для редактирования уже готовой презентации. Перейдя в него, вы увидите на экране все слайды в том порядке, в котором они будут появляться на экране при представлении презентации. В нижнем левом углу под каждым слайдом указан его порядковый номер. Изменять последовательность расположения слайдов в презентации можно просто перетаскивая их вправо, влево или вверх-вниз в списке слайдов, удерживая левую кнопку мыши. Третье – страница заметок. Режим, предназначенный для вывода на печать раздаточного материала с авторскими заметками слайда. И четвертое – режим чтения. В данном режиме выполняется демонстрация презентации в управляемом пользователем окне. Отображается заголовок окна программы и строка состояния. Эти же режимы дублируются на строке состояния. Это инструменты. Вкладка «Главная». На каждой вкладке находятся элементы управления. Кнопки, списки, флажки и прочее. Объединенные группы. Название группы, приведенной снизу, например, буфер обмена, слайды, шрифт, абзац и т.д. Здесь находятся команды, которые чаще всего используются при создании и работе со слайдами. Например, команды для добавления и удаления слайдов, выбора структуры слайдов, выбора шрифтов, параметра абзаца, добавления объектов, word art, а также поиска текста в определенном слайде. Инструменты. Меню «Вставка». Данная вкладка позволяет дополнить презентацию медиафайлами, такими как клип, звук, фильм и прочее. Добавлять в слайд таблицы, изображения, диаграммы, графики, фигуры офиса, графические объекты, смарт-арт, киперссылки, текстовые объекты и колонн-титулы. Меню «Дизайн». На вкладке «Дизайн» можно добавить тему или цветовую схему, или отформатировать фон слайда, размер слайда. Меню «Переходы». Здесь можно установить переходы между слайдами, задать звук из коллекции звуков, указать порядок смены слайдов, задать время демонстрации каждого слайда. Меню «Анимация». Вкладка содержит инструменты для добавления анимационных объектов и звуков, эффектов перехода и выбора временных интервалов. На вкладке производится настройка эффектов анимации и перехода между слайдами. «Лента инструментов». Меню «Слайд-шоу». Вкладка предназначена для организации демонстрации слайдов. Она содержит команды для настройки и показа презентации. С ее помощью можно выбрать определенный слайд, с которым начинается показ, записать речевое сопровождение, просмотреть все слайды и выполнить другие подготовительные действия. Меню «Рецензирование». Вкладка содержит команды для создания примечаний и защиты презентации. Она имеет инструменты для проверки орфографии и тезаурус, а также средства перевода и исследования. Кроме того, здесь расположены команды для добавления, просмотра и обработки комментариев в документе. Меню «Вид». Вкладка содержит набор различных режимов представления и презентации. Здесь можно выбрать традиционное представление по PowerPoint. Применить линейку, настраивать цвета и оттенки серого, а также работать с окнами презентации. Вкладка позволяет быстро переключаться в режим заметок, включать линии сетки или упорядочивать все открытые презентации в окне, изменять масштаб просмотра слайдов. Как изменить название заголовка имени файла презентации и как сохранить презентацию в PowerPoint. Когда презентация в PowerPoint готова, выбирается тип файла с подлежащим расширением в зависимости от назначения презентации. Затем нажимается «Сохранить как». И тут возможны уже варианты. Первый. Если предлагается, что презентацию будет корректировать, выбирайте тип файла презентации PowerPoint. ppt.pptx. Второй вариант. Если это файл задания «Тест» или анимированная открытка, то выбирается тип файла «Демонстрация PowerPoint». Если ваша презентация не содержит анимации и зрителям не нужно выполнять никаких действий, лучше всего сохранить презентацию в формате PDF. Также сохранение в PDF формате можно использовать, если вам надо просто показать черновик презентации. Большой плюс сохранения презентации в PDF заключается в том, что она открывается на любом устройстве, даже если на нем не установлена программа PowerPoint. Четыре. Если в вашей презентации есть анимационные эффекты, но появляются они автоматически, можете выбрать тип файла «Windows Media Video». При этом презентация сохраняется как фильм. Это очень удобно. Смотреть можно на любом устройстве, даже по телевизору. Только при этом надо иметь в виду, что изображение было четким. Картинки для такой презентации выбираются большие и уже на слайде уменьшаются до нужного размера. Пятое. Если необходимо сохранить отдельный слайд, как картинку, выбирается тип файла «Рисунок». Выбирается сохранить только текущий слайд или все слайды. Если выбирается все слайды, каждый слайд сохраняется как картинка в отдельной папке. Этот вариант подходит, если нужно сделать открытку или картинку для вставки в какой-нибудь другой документ. Также можете воспользоваться вкладкой «Сохранить» и «Отправить». Раздел «Рефлексия». Это означает обратная связь, то есть повторение пройденного материала. Я предлагаю ответить на вопросы кроссворда. Первое. Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты. Второе. Определенный стиль оформления презентации. Третье. Один из режимов отображения слайдов. Четвертое. Мультимедийный эффект. Пятое. Схема размещения структурных элементов на слайде. Шестое. Процесс показа презентации. Седьмое. Отдельная электронная страница презентации. Закрепление. Вопросы по пройденной лекции. Первое. Основное назначение пакета Microsoft Office. Второе. Применение программы PowerPoint. Третье. Назначение программы PowerPoint. Четвертое. История развития программы PowerPoint. Пятое. Что такое презентация? Шестое. Какова цель презентации? Седьмое. Понятие компьютерной презентации. Восьмое. Слайд это. Девятое. Назначение мультимедия. Десятое. Понятие мультимедийной презентации. Одиннадцатое. Какие мультимедийные программы союзства существуют? Двенадцатое. Что вы понимаете под мультимедиа технологии? Тринадцатое. Какие устройства в мультимедии существуют? Четырнадцатое. Какие аппаратные средства мультимедии существуют? Пятнадцатое. Какова сущность технологии мультимедия? Шестнадцатое. Структура и интерфейс программы PowerPoint. Семнадцатое. Основные элементы окна программы? Восемнадцатое. Перечислите виды режимов просмотров слайдов. Девятнадцатое. Как изменить название заголовка имени файла презентации? Двадцатое. Структура окна программы «Лента инструментов». Двадцать один. Назначение вкладок в меню. Двадцать два. Как сохранять презентацию в PowerPoint. Спасибо за внимание! Желаю удачи! И до следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok